Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Однако, что касается конкретно Росгостраха, то, по словам директора компании, продажа полисов не прекращалась. Офисы переполнены, но менеджеры справляются с потоком клиентов, а начиная с прошлой недели в компании снизили требования к нагрузке на полис ОСАГО. Напомню, ранее УФАС обвинил Росгострах в навязывании дополнительных услуг при оформлении ОСАГО. В свою очередь, Центральная банка на днях заявила о готовности пойти навстречу страховщикам и повысить с июля тарифы на 18-23%. Программа Экономика. Налоговая недоимка в Кирск области уменьшилась на 30%. Как сообщили в налоговой, после получения предупредительных писем, плательщики добровольно погасили задолженность в сумме 16 миллионов рублей. Всего же за первый квартал этого года должники вернули 30 миллионов, в бюджет области привлечено 46 миллионов рублей. Экономика. На 101 АФМ. Первомайский суд оправдал экс-директора Центрального рынка Сергея Лузянина по статье «Злоупотребление полномочиями». Накануне в Первомайском суде началось вынесение приговора бывшему директору Центрального рынка Сергея Лузянина. Об этом пишет газета «Репортер». Суд признал виновным Лузянина в совершении насильственных действий в отношении сотрудников власти и решил назначить ему наказание в виде отбывания срока в колонии поселения. При этом суд не нашел в действиях Лузянина признаков злоупотребления полномочиями. По мнению суда, сделки по аренде торговых павильонов Центрального рынка были согласованы с администрацией Кирова. Иск нового директора Центрального рынка Александра Шутова на 17 миллионов рублей упущенной выгоды суд оставил без рассмотрения, а также снял арест земельных участков, принадлежащих Лузянину. В Кирове обсудят перспективы религиозного туризма. Научно-практическая конференция, посвященная этой теме, пройдет 2 и 3 июня. Об этом рассказали в отделе развития туризма Департамента культуры Кировской области. Чиновники уверяют, что религиозный туризм сегодня один из самых популярных видов туризма в мире. А в Кировской области проходит один из старейших в стране крестных ходов. Это Великорецкий крестный ход. Он и станет ключевым событием конференции. Более того, участники смогут присоединиться к паломникам и пройти 150 километров из Кирова-Великорецкая. Курс валют по данным Центрального банка на 29 апреля. Доллары сегодня стоят 36 рублей 2 копейки, евро 49 рублей 82 копейки. Светлана Удельная, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.